Заключный этап розыгрыша Кубка Беларуси примал Гомельский спортивный комплекс «Локомотив». В первом полфинале Дорожник у дададенный час переиграл Борисову 905-4. В другой паре Лицельмаш так само с минимальной перевагой от доли Варшанский Витэм 2-1. Таким чином афиша финала отрымался довольно привабной. Дорожник шестеразов уладальник трофея, а в прошлые годы меньшая не зорок с неба не хапали. Але в этом сезоне команда Валера Дасько на подъеме. После первого круга чемпионату Дорожник займает третий родок. Лицельмаш чемпион краины уже два сезона запор. Однак кубок по коль команде злиды не дается. Подначаленные Виктора торчил и соступили у двух финалах, у яких примали удел. Все ли это все для Лицельмаша починалось удало. Дмитрий Клачко ударом сдалек на первой хвилине вывел свою команду наперед. Дяше празд две хвилины стрел Клачко знов досягнул мэты. 2-0. Меньшан сдавался пропущенные голы не засмутили. Них атаки становились все больше настойливыми. И на восьмой хвилине Юрий Рабыка один гол отыграл. А на самом экваторе тайма зравнял лик. От этого взрушения гульцы Лицельмаша одышли не одразу. Не поколь я навертались в угольню, меньшане вышли наперед. До сирены на перепынок Лицельмаша удалось зравнять лик. На старте другого тайма дорожник выглядал куды лев за соперника, что и вылился у два забитые мячы. Подначаленные Виктора торчил и отказали только одной чем. 5-4 и дорожник завоевывая 7-й для себе Кубок Беларуси. На Лицельмаш знов застается без трофея. Я хочу поздравить Валерия Николаевича Даськова. Мы с ним в очень хороших дружеских отношениях. И как-то год назад, когда он у меня был на юбилее 50-летия, я ему сказал, Валерий Николаевич, ты долго ничего не выиграл. Наверное, скоро ты выиграешь. Видите, я был пророком. Я его хочу поздравить. Он этого заслуживает. Потому что, ну, действительно, из того, что он делает и лепит, команда заслуженность сегодня победила. Приятно, что мы наконец-то какой-то выиграли Кубок даже. Это, я думаю, что мы заслужили в этом сезоне, как команда играет все игры чемпионата, все Кубки, с полнейшей самодачей, не взирая ни на травмы, ни на что. Ну, ребята молодцы, что я могу сказать. В ближайшие выходные мини-футбол снова вернется на паркет спорткомплекса «Локоматы». У лидер чемпионата Беларуси Гомельский ВРЗ распочнет другий круг по ядинкам с Гродинским УЗД «Намо». Агрокомбинат «Паудневы», преми «Борисов 900» у Светлогорску помеж собой сгуляют ЦКК и БЧ. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».